Очень важный комментарий пришел под ролик, комментарий Сергея Беляева про отечество, которое надо убить. Мы обсуждаем на канале вопросы, связанные с мобилизацией и вопросы, связанные с тем, кто куда идет и у кого какие представления о том, как, ну, будь что будет, а делай, что должен. И вот под этим роликом пришел комментарий от Виктора Монохина из Украины, который написал следующее. Я считаю, что это принципиально важный вопрос. Давайте его обсудим. Дмитрий, живу в Украине. Как посоветуете мне следовать вашим выкладкам из предыдущего ролика и идти защищать Родину и убивать русских солдат или отсидеться в тылу? Правда вопрос неоднозначный, да? То есть, если рассуждать привычной логикой, Украина – это отдельная Родина, Россия – это отдельная, да? То получается, что украинские солдаты идут защищать свою Родину. А на самом-то деле Родина, Украина какая? Я, например, родился в Украине в 66-м году, да, и это было УССР. Потом была Украина при Кравчуке, при Кучме, да, там с небольшим ответвлением на нашего товарища интересного Ющенко, потом был Янукович, да, а потом уже был Майдан, переворот государственный и началась другая Украина. То есть, как минимум, можно три Украины выделить – УССР, Украина Кучмы Януковича, регионалов, и Украина вот этой вот Майданной власти. Так вот у меня вопрос. Дмитрий, живу в Украине, и Украина – это Родина, да? Какая Украина – Родина? У СССР это или это, которая Майданная? Потому что в этом есть принципиальная разница. Все-таки Украина Януковича или, скажем, того же Кучмы, она была с каким-то все-таки суверенитетом, хотя и там разгуливали и МИ-6, и Моссад, и ЦРУ, да, и вот эти все процессы управления Украиной были и тогда. Но то, что она стала оккупированной после незаконного государственного переворота, сразу ставит вопрос – а идти воевать за кого? За чьи интересы? За интересы олигархов, которые сделали государственный переворот, а это уважаемый из Донецка по-прежнему, да? Это куча олигархов, включая там Порошенко, Днепропетровские кланы всяческие, начиная от тех же Зеленских и Коломойских, да? И там финансовые интересы, не Родины, а финансовые интересы очень четко просматриваются. И эти интересы управляются из-за рубежа. Но обратили внимание, да, что во главе стола президент сидит по правую руку, да, а в центре стола сидит или товарищ из Европы, или товарищ из Штатов. И Украина по факту оккупированная страна, у которой, если так вот рассуждать, да, уже и земли-то по-хорошему нет. И тогда возникает вопрос – защищать Родину какую и убивать русских солдат или отсидеться в тылу? Русские солдаты в данном случае делают большое дело. Они войну не начинали. Они войну завершают. Русские вообще войны не начинают. Они войну завершают. И вот так я хотел бы ответить на этот вопрос. При всем при этом я понимаю, что когда бои шли в Харькове, бои шли в Мариуполе, Мариуполя практически не стало, да, в Гастомеле, там, кстати, под этими боями были очень четкие основания, которые, возможно, в публичном поле не сильно отсвечиваются, но на самом деле там бои шли за очень реальные вещи. Но я хочу напомнить, что некомфортно в этой войне стало вдруг и только в 22-м году. А в таком режиме часть Украины жила 8 лет. И там убивали людей десятками тысяч. И вот эти десятки тысяч страдали. Никто на эту тему не вспоминал. И про родину, на которой идет война, никто особо не поднимал вопрос. Убивать русских солдат. Ну, я фактически подытожу. Хочу задать вопрос. Украина – это что за родина? УССР – вторая Украина. Или Майдана – очень принципиальный вопрос. Воевать за чьи интересы? И во-вторых, война кого с кем? Я несколько раз уже говорил и повторю, что кроме русских и украинцев в этой войне еще есть, например, несколько тысяч саудитов. Несколько тысяч, говорят о пяти тысячах, польский корпус. Есть спецназ Канады, Великобритании. Французы там отметились. Немцы, прибалты. Англичане, естественно. И они там в форме ВСУ. А вы думали зря, что ли, оккупационная власть принимала законы о том, что иностранцев можно принимать ВСУ? И вот вопрос возникает. Вы защищаете родину от русских? Может, прицел сбит? Ну, так. На секундочку. И дальше Виктор пишет. У меня есть друг, добрый, отзывчивый человек. Для него это отечественная война. Ну, я поздравляю очень много людей, которые бегут, как все. Вся толпа. А толпа управляется американским телевизором. На Украину напали, он пошел ее защищать. На Украину напали, когда в 2014 году, в январе или феврале, начальник погранслужбы поднял границу. И зашла 66-я бригада НАТО. Зашли хорваты и зашли поляки. Зашли бандеровские подразделения, которые их готовили в Польше, в Прибалтике и, кстати, в Житомирской области. Вот тогда напали на Украину. Не сейчас. Сейчас пришли Украину освобождать. И землю, которую сельскохозяйственную за бесценок продают транснациональным корпорациям, оставить украинцам. Так, на секундочку, если кому-то что-то непонятно. Именно так расценивается война здесь. Да, понятное дело, под вашим телевизором, как ее можно расценивать? Не такие они и националисты, большинство. Да ладно. А факельное шествие в Киеве никто не заметил? Или убийство Бузины никто не заметил? Горловскую Мадонну никто не заметил? Большинство живет по принципу «Моя хата с краю, я ни во что вмешиваться не буду». А на самом деле в стране 8 лет идет война. И сейчас она завершается. Я уважаю мнение людей, которые из окопа призывают идти воевать. Даже если оно расходится с моим. Они на деле доказывают искренность своих убеждений. Понятное дело. Но только мы обсуждаем не критерий искренний, не искренний. Мы обсуждаем критерий «понимает процессы?» «не понимает процессы?» Потому что обмануть можно только на этом. Глядя на ситуацию с этой стороны, видя по ТВ, как трупы мирных жителей достают из завалов... Да, трупы мирных жителей. А вы видели кадры, как скидывают в яму трупы мирных жителей, когда украинцы взяли Купянский, там несколько населенных пунктов Харьковской области? Чувствуете разницу? Когда заходят в СССР, а там не только украинцы, там еще и натовцы, да? То они вырезают местное население от мала до велика ножами. И еще бы хвалятся на камеру. Вы видели хоть раз, чтобы русские вырезали мирное население? Нет? Тогда зачем на эту тему говорить? «Я сам неделю сидел в Салтовке под обстрелами. Ваши аргументы о борьбе со вселенским злом не заходят». Да, у меня нет аргументов про вселенское зло. Ваши жесты доброй воли, мы здесь навсегда и прочие политические маневры. Я никогда не говорил, что мы здесь навсегда. И жестов доброй воли у меня не было. Я родился в Херсонской области. И я офицер русского генерального штаба, для которого Украина – это только часть большой родины. Если посмотреть на вопрос ваш вверху, родина – это от Камчатки до Калининграда. Вот это родина. Потому что здесь живут все родственники, все роды. Возникает вопрос, нахрена они вообще сюда влезли? Ну, во-первых, потому что тактическое ядерное оружие уже было в Мариуполе, в Харькове и в Гастомеле. И оно готовилось к удару по Ростову, по Белгороду и по Воронежу. И если промедлить, то тогда бы эти удары были нанесены. Мы не пришли, русские не пришли начинать войну. Мы ее завершаем. Русские ее завершают. Вы, русские, находящиеся в оккупации. И вы находитесь под сомнением, за кого тянуть мазу. Я не иду воевать, потому что давал присягу защищать советский народ. То же самое. Я давал присягу защищать советский народ. А советский народ у меня весь. От Камчатки до Калининграда и до южной части Крыма. Советов нет, но народ остался. Советы есть. В ООН правоприемник Советского Союза Россия. А все документы на Советский Союз как на учредитель. Так, на секундочку. В конце концов, у меня есть родственники. И у меня есть родственники. В какую сторону я бы не стрелял, стрелять буду в своих. Тяжело смотреть на все это. Остается только молиться, чтобы скорее все закончилось. Я очень много из слов Виктора Монохина поддерживаю. Я не считаю, что все делается идеально. Ошибок и косяков с обеих сторон и преступлений достаточно. Но только это не касается простых людей. Простые люди даже в этой ситуации не должны рассуждать «Украинцы воюют с русскими». Потому что и те, и те – это родственники. Ключевой вопрос. Что такое Родина? Моя хата с краю или Родина? И причины всего происходящего. Не следствия, не надерганные факты, что случилось там и там. А причины. Эти причины, между прочим, лежат чуть ли не в начале 50-х годов. Когда КГБ Советского Союза начало активно переправлять бандеровцев западных из колоний, из Северной Америки на Украину. И встраивать их в систему управления. Это если посмотреть на все процессы, которые привели к этому результату. Но это предмет для работы, а не для взаимных обвинений.